Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски «Камчатка. День за днём». В этих выпусках я рассказываю, как жил наш полуостров в различные годы века минувшего. А материалы для выпуска берутся в старых документах и не менее старых газетах в основном советского периода. И боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Напомню, что я достаточно долго говорил, что мы продолжаем наши регулярные выпуски, потому что из графика я выбился. Но теперь, благодаря большим расширенным выпускам, которые вы видели последние три раза, удалось нагнать. И поэтому сегодня мы познакомимся с событиями, которые происходили на полуострове в первые восемь дней октября разных лет. Итак, мы начинаем. Первого октября 1935 года главная газета полуострова «Камчатская правда» написала о заведующем Елизовском медпункте Терехове. Он доставил в Петропавловскую горбольницу больную Горбатенко с диагнозом перимедрит и остросептический ревербатит. А при осмотре у госпожи Горбатенко оказалось заражение крови после операции, как пишет газета, в силу каких-то подозрительных манипуляций, произведенных Тереховым. Дать ответ на вопросы относительно истории болезни, пишет газета. Терехов отказался и хорошо сделал, ибо был пьян. Дальше о замечательной советской медицине вы можете прочитать на моем одноименном канале «Камчатка с Александром Петровым» интернет-сервиса «Яндекс.Дзен» по ссылке в описании под роликом. Там, кстати, будут полные версии всех использованных в выпуске документов и газетных публикаций. Продолжаем наши игры. Второй день октября 1919 год газета «Камчатский Вестник» публикует объявление. В Богатыревской бухте разбежались шесть быковые односвинья, принадлежащие морскому ведомству. Прошу лиц, знающих местонахождение этого скота, сообщить заведующему имуществом морского ведомства Гайдамаку. «Лиц, присвоивших казенный скот, буду преследовать по закону». Объявление подписал заведующий имуществом морского ведомства Гайдамак. Третий день октября 1942 год. Главная газета «Полуострова» «Камчатская правда» пишет о так называемых «сталинских вахтах», которые в то время проходили на судоверфи. Коллектив цеха пишет газетах, где начальником товарища Кулеш встал 1 октября на предоктябрьскую «сталинскую вахту». Дружно и самоотверженно трудились кузнецы над ответственным заданием. И добились в этот день выполнения заказа цехом на 369%. Лучший кузнец завода Афанасий Данилович Москвин с молотобойцем Никитиным в «сталинскую вахту» вышел на первое место в цехе, выполнив задание на 827%. Не правда ли своеобразные цифры? О чем они говорят? Они говорят о том, что либо планы, производственные планы были значительно занижены, либо же на поддержку так называемых передовиков, бросался различного рода подсобные люди. Но мы уже знаем о рекордах Стаханова из раскрытых документов, когда Стаханову приписывались чужие достижения. Кстати, напомню, что просто слушать меня достаточно скучно. Поэтому давайте сейчас посмотрим немного картинок со вчерашнего вечернего Халактырского пляжа. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Комиссия уже приняла от населения 150 теплых вещей В том числе 44 пары валенок 5 ватных брюк 14 шапок И последний день который мы сегодня рассмотрим это 8 день октября 37 года Газета Камчатская правда 8 октября 1937 года Да, да, того самого 1937 года который стал уже нарицательным опубликовала донос «Кто возглавляет отдел народного образования». Послушайте, как начинается этот донос. Пытаясь осуществить свой гнусный замысел, оторвать Камчатскую область от Советского Союза, отдать трудящихся Камчатке на растерзание японскому империализму, пойманные ныне органами НКВД враги народа вносили развал в работу областной партийной организации. Известно, что жена Адамовича, одного из атаманов японо-троцкистской шайки шпионов и диверсантов Шамардина, возглавляя ОРПО обкома партии, организовывала исключение из партии коммунистов, боровшихся против банды Адамовича Торопова. Провозглашая бывшего секретаря обкома Орлова Камчатским вождем, распространяя антипартийную, выдвинутую Орловым теорию начавшегося отмирания диктатуры рабочего класса, враги пытались отравить сознание коммунистов. Напомню, что София Шамардина в молодые годы была любовницей большевицкого стихослагателя Маяковского, потом ходила по различным номенклатурным рукам и в конце концов перебилась к Иосифу Адамовичу, руководителю акционерного Камчатского общества. Ну и красные мерзавцы начали жрать друг друга. Да пусть бы они в конце концов сожрали друг друга. Дело в том, что, к сожалению, в кровавый большевицкий замес попали десятки миллионов русских людей. На сегодня все. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится один раз в неделю узнавать от меня, что в эти дни разных лет происходило на полуострове, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, для того, чтобы не пропускать новые ролики на канале, выполните вот эти вот рекомендации, которые вы увидели на подсказке в правом нижнем углу экрана. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...